Проспект Ленинского комсомола, дом 37. Здесь в первом подъезде проживает инвалид-колясочник Владимир Иванович Буканов с супругой. На улице они по понятным причинам бывают редко, но теперь их жизнь должна резко измениться. Он мучается, а я вместе с ним мучаюсь. Заодно я его руки, ноги, глаза и уши. Он долго хотел этого пандуса, каждый раз мы его ждем, но наконец-то это просто дар божий. Суть проекта, который реализуется в рамках программы «Доступная среда» в том, чтобы сделать комфортным для инвалидов определенные маршруты до почты и автобусной остановки, магазинов и банков. Установку пандусов поручили опытные компании, которые занимаются этим более 20 лет. Это комплексное оборудование зданий, полным спектром оборудования для всех категорий граждан. Для слепых, глухих, колясочников, опорников. Собственно, по всей России мы этим занимаемся. Установить пол-дела иногда пользователи хотят узнать подробности. Тогда мастерам приходится читать небольшую лекцию. Здесь 14 см высоты, соответственно, длина у него будет 2,70 см. Понятно. И так вот до конца асфальта, да? Практически. Где-то вот до сюда. А здесь у нас спуск есть? Ну, спуск есть, там удобно в машину садиться. Еще один адрес, где устанавливается пандус – улица Школьная, 55. С утра двор наполняется сверлением и стуком. Сделать все необходимо в течение светового дня. Но к кипящей работе местные жители относятся с пониманием. В коммунальной квартире здесь прописаны три брата – Сергей, Алексей и Тимофей Асташковы, которые проживают с бабушкой. У всех троих нарушение опорно-двигательной системы. Теперь для братьев и многих других инвалидов контактировать с внешним миром станет проще. Мы определили для себя 16 жителей Ленинского района. Это такой первый шаг, где отрабатываем более 60 адресов и маршрутов, чтобы фактически им обеспечить эту доступность. Эта программа, она совместная с Министерством социального развития Московской областью, где стоит общая задача Московской области войти в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по доступной среде. Первоначальный срок действия программы «Доступная среда» установили с 2011 по 2015 год, но в дальнейшем было принято решение о ее продлении до 2020 года. Максим Козлов, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.